Зимний ассортимент цветущих растений украсит город и сейчас, и эти же посадки разрастутся весной. Чтобы сочинцы и гости курорта любовались через 3-4 месяца, например, тюльпанами, маргаритками или цикламеном, луковицы сажают в декабре. Сегодня на комбе возле Михаила Архангела высаживали виолу. Она так обильно цвести не будет, первый цвет пройдет, а весной, когда уже потеплеет, она будет цвести. Виола, примола, брасика, цикламен, цинерария – все эти цветники являются украшением Сочи зимой. Где-то снег, а у нас цветы. На время в период похолодания они могут заснуть, но с появлением теплого весеннего солнца вновь пойдут в рост. И порадуют горожан и гостей Сочи ярким цветением. Поскольку наш город-курорт круглогодичный, а цветы поднимают настроение, и мы просто не имеем права оставить наших горожан и гостей нашего города без цветочного украшения. Поэтому мы снова наряжаем наши клумбы. Но если клумбы украшают цветами, витрины магазинов – новогодняя атрибутика. Все это создает у горожан предпраздничное настроение. Вот и к главному новогоднему дереву потянулось детвора. Уже начинаю продумывать домашние конкурсы какие-то, как проводить мероприятия будем. Забавляются и домашние животные. Вот только озеленители очень просят заводчиков собак не допускать их цветники. А такая проблема, к сожалению, существует. Новогодний цветущий Сочи должен радовать глаз, а не наоборот. Одним словом, одно дело красоту навести, другое поддерживать. И многое зависит от самих горожан. В горах снег, на побережье цветы, а в душах людей солнце или лед – это каждый решает для себя сам. Елена Всецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.